Небольшая практически весенняя оттепель добавила забот не только коммунальщикам, но и руководителям образовательных учреждений. К очистке снега с территории прибавилась работа по очистке кровель. Где-то снег уже убран, ну а где-то пока не спешат. И снежные шапки, сосульки и наледь уже начинают угрожать безопасности передвижения как для школьников, так и для родителей. Прежде всего это управление образованием. Это объекты детских садов, школы. Смотрим, чтобы не было сосулек, чтобы были закрыты все хозяйственные проезды, с точки зрения антиоактивной защищенности. Конечно, убираем не только сосульки, это и снег, потому что сейчас мы все это видим. Это оттепель, которая буквально еще пролится 3-4 дня, и потом, конечно, начнут уже заморозки. Снег, он будет очень тяжелый, поэтому с точки зрения безопасности, конечно, надо его убрать. Снег необходимо убрать не только с крыши образовательных учреждений. Метровые сосульки и снежные шапки угрожают учителям муниципального жилого фонда. Так, управляющие компании, обслуживающие дома по улице Зварегина, 10 и 8, ликвидировать опасность необходимо в ближайшие дни, потому что уже в конце недели синоптики вновь обещают похолодание. Есть и сосульки, есть и крыши, шапки, которые, ну, внушают опасения для жителей нашего города. Потом будет, конечно, дано поручение, прежде всего, нашим коммунальным службам, чтобы они вот эти 3-4 дня, конечно, усилили работу, и, конечно, по безопасности, и, конечно, убрали и снег, и убрали сосульки. Хотя в целом работа по очистке от снега крыш многоэтажных домов и уборки дворовых территорий в Ленинске-Кузнецком идет активно. С начала 2019 года снег уже убран с более чем 200 домов. Причем только за последнюю неделю от снежной массы сосульки наледи очищены порядка 103 крыш. Галина Ильина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.